Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чайный час! Если вы вдруг забыли, что такое чайный час, то это та самая рубрика, в которой мы с вами садимся друг напротив друга с чашечкой чая, кофе или потанцуем, а может быть чего-то даже погорячее. Обсуждаем насущные вопросы, темы, которые нас интересуют, а также просто пытаемся пережить суету-сует. Поэтому, если вы готовы, то давайте начнем. Но перед тем, как мы с вами начнем, я хочу вам быстренько кое о чем рассказать. Мне кажется, что многие сейчас пытаются справиться с огромным количеством эмоций, включая страх, боль и отчаяние. Но нельзя отпихивать свои проблемы в сторону и притворяться, что их не существует. Потому что сейчас есть огромное количество способов, чтобы с ними справиться и разрешить подобные ситуации. И один из таких способов – это психотерапия. Отличный вариант для всех тех, кто хочет помочь себе преодолеть возникшие трудности. Я и многие мои друзья считаем, что это самое лучшее вложение в себя, потому что с помощью психотерапии вы можете найти поддержку даже в самые сложные времена. Вы можете доверить специалисту свои эмоции, чувства, переживания без того, чтобы бояться, что вас осудят или не поймут. Именно поэтому я хочу вам вновь порекомендовать сервис по подбору видеоконсультаций с психотерапевтом под названием «Ясно». Это платформа, где работает больше 1900 тщательно отобранных специалистов, а также больше 80 тысяч активных клиентов. Так что вам не нужно бояться, что вы через что-то проходите одни. Главная особенность «Ясно» – это сессии, которые проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. И вы можете заниматься с любого удобного для вас устройства, будь то телефон, планшет или ноутбук, а также самое главное – из того места, где вам комфортнее всего находиться. Специалисты «Ясно», как я уже упоминал, отбираются очень тщательно, потому что финальный отбор проходит меньше 20% от всех психотерапевтов, потому что требования к их опыту, образованию, а также практике очень высоки. Так что вы однозначно окажетесь в самых хороших руках. А сделать это можно за три простых шага. Во-первых, вы заходите на сайт и заполняете анкету, где указываете причины, почему же вам нужна психотерапия. Во-вторых, вы выбираете себе специалиста из рекомендованных именно вам. Вы даже можете выбрать пол-психотерапевта, если для вас это важно. И в-третьих, выбираете подходящее время для своей первой сессии. По промокоду «Энтони» вы получаете 20% скидку на свою первую сессию при регистрации. На сайте «Ясно» также имеется отличная опция подарочного сертификата на психотерапию, если кто-то вдруг из ваших близких, знакомых или родственников интересовался этой темой. Ребятушки, знаете, что вы не одни, и вы всегда можете попросить о помощи, потому что иногда она нужна даже самым сильным из нас. Поэтому обязательно переходите по специальной ссылке в описании этого видео, знакомьтесь с сервисом «Ясно» и не забывайте использовать мой промокод. Ну а если вы готовы, то давайте начнем это видео. Итак, собственно, мои прекрасные, добрые, восхитительные, изумительные и неописуемые люди. Как у вас дела? Надеюсь, что все отлично. Я по традиции «Чайных часов» начну обсуждение себя перед камерой. Вы в комментариях тоже можете мне рассказать, как у вас дела, что происходит или будет происходить в вашей жизни. Поделитесь эмоциями, событиями и просто выплесните все, что накопилось у вас внутри. И таким образом мы начнем наш чайный диалог. Конечно, даже хочется начать с того, как у меня настроение. Все хорошо. Я сейчас нахожусь в каком-то странном состоянии эмоционального онемения. Не знаю, как это описать более точно или более правильно, но мой рассудок абсолютно холоден. И в этом для меня лично открывается огромное количество не только возможностей, но еще и вопросов. Например, о том, что произойдет, если ситуация с соцсетями начнет только ухудшаться, и в конце концов я останусь без какой-либо работы. В таком случае никакого Энтони Юлая больше не будет, и это приводит меня к мысли о том, что не готов я еще расстаться со своим каналом, и тем более с вами. Но, с другой стороны, я понимаю, что тогда из моей жизни уйдет огромная часть слов, которые мне пишут. Иногда это хорошие, иногда не очень. И за 8 лет я услышал о себе многое. Не только от людей в интернете, которые меня не знают, или же от вас, или от родителей, от близких друзей, от авторов книг, которые я обозреваю. Несмотря на то, что я строю какие-то относительные планы на месяц вперед, на подкорке своего подсознания я прекрасно понимаю, что, возможно, этого всего не произойдет. И вы думаете, опять он завел свою невероятно грустную волынку, сейчас все будет. У меня подготовлено для вас парочка интересных, интригующих новостей, поэтому все хорошо. Начинается весна, боже ты мой. Я никогда не был особым любителем весны, в том плане, что на улице грязно, дождь, то ли холодно, то ли жарко, нихрена непонятно, что надеть, какую обувь носить и так далее и тому подобное. Но меня почему-то радует приближающееся лето. Не могу понять, почему. Потому что от него вряд ли что-то изменится. Но я уже чувствую, как я буду гулять в своих шортах. Надеюсь, к этому времени я подкачаю свои ноги и сделаю пару татух и продам себя арабам. Каждому из нас сейчас тяжело. Сложно. В разной степени. Я не прибедняю чьи-либо эмоции и не хочу говорить, что «ой, мне сейчас хуже всех» и бла-бла-бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Мы все вольны чувствовать, мы все вольны испытывать эмоции и переживать их по-разному. То есть, когда мне, например, пишут в соцсетях о том, что я мразь, тварь, гадина, я уже перестал обращать на это внимание, потому что я понимаю, откуда идут эти слова. И я не тот человек, который будет привносить в мир еще больше агрессии, ненависти и боли. В последнее время я заметил то, насколько сильно аудитория может отличаться от блогера. И повсюду мы слышим слово «разочарование». В мой адрес его тоже постоянно используют. И знаете, если не будет «энтони» и «лай», не будет разочарований в какой-то степени. То есть, если вдруг все это закончится неожиданно. А можно как-то менее грустно? А ну-ка, я понял, что сравнивая с другими блогерами, вы у меня самые лучшие. И это я не говорю, потому что вы моя аудитория. Нет. Но вы у меня реально самые лучшие. Лучше вас никого нет. Вот все. Это то, что я вам хотел сказать. Знаете, пару месяцев назад я думал о том, что «Вау, у меня на канале, может быть, будет миллион подписчиков». Сейчас я уже об этом даже не задумываюсь. И мои мысли плавают между тем, чтобы снимать какие-то видео, которые порадуют вас в первую очередь. И, возможно, начинать поиски самого себя в каком-то новом амплуа. Потому что, как я уже сказал, нельзя ждать. Нужно действовать. И действовать лучше начать сейчас. Потому что вот этот синдром отложенной жизни, в котором я, как оказалось, жил, тоже неожиданное состояние, которое я определил у себя. Нужно начать жить сейчас. Потому что завтра может и не быть. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете, потому что вы у меня умные. И многое осознаете. Вот так вот. Но хватит об этих философско-психологических замудренных вещах. Хватит так грустно. Я все-таки хочу с вами еще поболтать о парочке интересных новостей. Так что давайте перейдем именно к ним. Совсем недавно целых два блогера объявили о том, что у них планируются к выходу дебютные книги. Первым из них стал Рома Желудь. И если это имя вам ни о чем не говорит, то вы наверняка не жили в те времена, когда Катя Клэп была самым популярным блогером российского Ютуба. Так вот, Рома Желудь лет 10 назад был действительно невероятно популярным блогером. Возможно, одним из первых как раз-таки в русскоязычном сегменте. Он, по-моему, даже открывал концерт Джастина Бибера. Выступал на разогреве. Что-то такое точно было. Но у него выходит книга под названием «Очень интригующим. Секс-зависимость», где он делится историей о том, как он стал, собственно, зависим от любовных и эротических ласк. Как раз-таки Рома Желудь говорил о том, что у него выходит книга уже очень давно. И сейчас она вышла на этап предзаказов. Я, естественно, уже оформил этот предзаказ, потому что я хочу узнать, что у него там получится написать, потому что Рома Желудь не вызывает у меня никаких позитивных эмоций. Вообще. Ноль. Но при этом книги блогеров, как вы можете подумать, вызывают все-таки у меня некий интерес. Я все же ожидаю. И, возможно, даже в какой-то степени надеюсь, что кто-то из них выдаст что-то хотя бы нормальное. Я даже не говорю хорошее. Нормальное выдайте мне. Пожалуйста, постарайтесь. Хотя бы один. И, кстати, про другого. Андрей Петров тоже запускает работу, точнее, уже начал писать свою дебютную книгу под названием «Другой секс». И я вот не знаю, что-то у блогеров опять началось весеннее обострение, назовем это так. Они все тиражируют и широко используют в своих работах тему секса. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, почему блогеры пишут книги, потому что хотят. Им никто не запрещает, поверьте мне. Потому что издательство сейчас готово взять все, что продастся. Потому что кризис. Тем более в книжном мире, где мануфактура книг зависела целиком и полностью от импорта как раз-таки товаров. Бумаги, картона и всех остальных вещей. Цены на книги сейчас будут просто бешеными, как мне лично кажется. Они уже сейчас стали гораздо выше, чем были. Но блогерские книги, как я лично считаю, это все же некий мерч. Потому что в своем роде они пишутся только для поклонников. Для посторонних людей это будет непонятное месиво из букв. Но, опять же таки, меня начинает смущать одно. И вы не подумайте, я человек, который открыт ко многим различным экспериментам и подробностям изучения человеческого тела. Ох, как завуалировал. Я ради вас считаю на постоянной основе гейскую еблю. Я готов на все. Но меня смущает тот факт, что блогеры излишне фокусируются на теме секса. Да, это будет продаваться. Причем продаваться будет хорошо, потому что грязное белье так или иначе интересно всем. Мы можем притворяться, лицемерить и говорить, нет, мы этим не интересуемся. Но мы прекрасно знаем, что человеческая натура такова, что нам хочется посмотреть, увидеть, узнать, что же там такого грязненького-то таится у этих блогеров за закрытыми дверьми. И в ключе «Ромы Желудя» я все же больше ожидаю чего-то адекватного, нежели от Андрея Петрова, который известен благодаря своему поведению, скандалам и высказываниям. Потому что я уверен, что Андрей Петров делает книгу исключительно ради заработка. Не ради подписчиков, не ради тем, чтобы поделиться своими историями или опытом и подобными вещами. Это заработок. В случае «Ромы Желудя» у меня все-таки, возможно, где-то на подкорке мозга теплится надежда о том, что он хочет поделиться тем, что секс-зависимость – это действительно заболевание. То есть это не какая-то романтизированная вещь, которую многие книги транслируют. Это очень серьезно. И с такими вещами нужно обращаться к специалисту. Давайте я вам зачитаю, кстати, аннотацию к этой книге. Потому что нам же нужно с вами знать, что же там такого происходит. Сексуальная зависимость, подогреваемая наркотическим угаром, медленно, но верно разрушала мою личность в течение очень долгого времени. Я расскажу о том, что случается с тем, кто пал с небес всеобщего обожания и хайпа. Расскажу, что такое не контролировать свою сексуальную жизнь, что такое ежедневное испытание и боль. И не иметь возможности их унять, страдая телом и душой. Это жестко, но это горькая правда. Это больно, но это дает надежду, что кто-то, похожий на меня, почувствует поддержку и обретет свободу. И благодаря этой аннотации я верю, что возможно у Ромы Желудя получится хорошая блогерская книга. Потому что тема такая, немножко опасная. И про нее мало книг на самом деле. То есть во многих книгах по психологии, опять же таки, любви, о сексе, об интиме, эта тема поднимается. Но именно про секс-зависимость книг мало. И от лица человека, который прошел через 10 лет унижений в интернете, грубо говоря, потому что Рома Желуд никогда не пользовался огромной любовью людей. Потому что в большинстве своем его достаточно сильно ненавидели, как и Сашу Спилберг когда-то, когда она рекламировала прокладки. Я до сих пор думаю, что господи боже мой, мы были животными в тот период времени на ютюбе. И ненавидели всех за все и просто потому что. Хотя сейчас происходит абсолютно то же самое. Так вот, да, Рома Желудь, пока ставлю карандашиком знак вопроса. Андрей Петров пишет про 10 историй о сексе. Что он там напишет, не знаю. Но ожидаю, что будет очень грязно, пошло и в стиле Андрея Петрова. Когда это все выйдет, пока еще неизвестно. Потому что книги в предзаказе могут находиться очень долгое время. Тем более Андрей Петров только начал работу над своей дебютной книгой. Так что посмотрим. Но меня, удивляюсь сам себе, радует, что блогеры пишут книги. Потому что это значит, что у меня всегда будет контент для вас. Красота. Следующая новость, которую мы с вами обсудим, довольно-таки абсурдна. По факту того, что такое до сих пор происходит. И для меня это очень сюрреалистично. В Китае стартовал прокат третьих фантастических тварей. Из которой вырезали, внимание, 6 секунд, которые набекают на любовные отношения между Дамблдором и Гриндевальдом. Сейчас я зачитаю для вас эту новость. Из фильма вырезали только 6 секунд. Секунд. Фильм идет 2 часа, напоминаю. В которых упоминаются фразы «Потому что я был влюблен в тебя». И тем летом, когда мы с Геллертом полюбили друг друга. Однако, в фильме остались упоминания о близкой связи персонажей в исполнении Джуда Лоу и Матса Миккельсона. В Warner Bros. заявили, что компания стремится сохранить целостность каждого фильма. Но исторически сталкивается с необходимостью вносить небольшие правки в отдельных странах. Я хочу вам также напомнить, что об ориентации Дамблдора мы с вами узнали в 2007 году. То есть, это была информация, которая Джоан Роулинг с вами поделилась и сказала. Вот, так есть, так было, так будет всегда. Что хотите, то и делайте. И спустя огромное количество лет у нас появились какие-то намеки на романтические отношения между Гриндевальдом и Дамблдором. Которые вырезали зачем-то. Я не понимаю, опять же таки, что тут такого? Ну, любят друг друга мужики, дайте им там друг друга любить. Они же не делают ничего противозаконного. Хотя, опять же таки, это Китай, где очень жесткая цензура. Естественно, что терять такой огромный кинорынок Warner Bros. не станут. Поэтому они пошли на подобные уступки. Я, честно, не нахожу эту сюжетную линию, именно любовную, между Гриндевальдом и Дамблдором, какой-то невероятно интересной. Потому что ее никогда особо и не раскрывали. Да, противостояние есть. Мы про него знаем еще и с Гарри Поттера. Но, в целом, вы можете, естественно, со мной не согласиться по поводу того, что я сейчас скажу. Но я все же считаю, что мир волшебства и магии, который создал Джон Роулинг, не может существовать без Гарри Поттера. Без мальчика, который выжил, потому что он является катализатором абсолютно всех событий. Этот мир был прописан под него. И без как раз таки его истории, этот мир становится чуточку блеклым. То есть, события уже не являются настолько важными. И тем более, изначально, все-таки, мы познакомились с этим миром в книгах, а не в фильмах. А здесь просто появилась франшиза с персонажами, которые не вызывают у нас по большей части таких же эмоций, как вызывали, например, Гарри Рона Гремиона. И мне кажется, что фантастические твари это были лишние фильмы. Потому что, по сути, ничего нового они не привнесли. Вот если бы создали какую-то новую историю с новыми персонажами, другое дело. Но тут что-то не то. Я не чувствовал привязанности к фантастическим тварям еще с того момента, когда я начал ходить на них в кино. Поэтому для меня любовь Дамблдора и Гриндевальда это что-то из разряда ну ок. Мы знали, что Дамблдор, как говорится, любит... Что это было? Простите, пожалуйста, я не хотел. Да не, я хотел. Мы-то знаем, что Дамблдор и Гриндевальда наяривали палочки друг друга. Так, перестань. Чудовище. Вот, поэтому, что вы думаете? Хотели бы вы сходить на фантастические твари новые? Что вы думаете по поводу вырезания и цензуры подобных сцен? Мне кажется, у нас бы тоже вырезали. Ну, или заменили на крепкую мужскую дружбу. Хотя мне кажется, какая кому разница уже, если честно? Сейчас выходит столько книг, столько сериалов, столько фильмов. И какая разница, кто с кем там чпокается? Это уже давно никому не интересно. Кстати, я хотел с вами поделиться о том, что следующие, по-моему, 3 или даже 4 видео, это будут книжные обзоры. Следующим будет обзор на книгу Мишель Кенели. Это популярный блогер с аудиторией больше 10 миллионов человек. У нее вышла книга совместно с ее мамой, я уже начал ее читать. И могу вам сказать, что этот обзор вам стоит посмотреть. Такого я вообще не ожидал. Это что-то с чем-то. Так вот, дальше у нас по книжным обзорам. Я так легонько намекну, не буду говорить. Но мы вернемся к обсуждению трилогии, которую мы уже начали обозревать на канале. Также у нас будет еще один шедевр с Ватпада. И, конечно же, гейская емля! Куда же без нее? Потому что я знаю, она вам нравится, поэтому я ее для вас читаю. Так что ожидайте. А еще я планирую запустить новую рубрику. Я пока еще не знаю, каким образом я буду снимать то, что я запланировал. Потому что это будет очень тяжело, очень сложно. Но мне так хочется это сделать. Знаете, мне кажется, новой традицией чайных часов стала распаковка. Потому что сегодня мне пришел вот такой вот бокс. Называется он «Все твои совершенства». Ну, прям про меня бокс. И я хочу посмотреть, что в нем хранится. Потому что я его еще не видел. О-о-о! Вы посмотрите, какая красота! А ну-ка, что тут есть у нас тут? Пионы! Нормально, живем. Хорошо. Вот так вот можно? Красиво. Я хотел быть красоткой. Не получилось. Ладно. Это у нас что? Шайн Бамбита! Тату-глиттер! А ну-ка! Вот это мне нравится. Я такое люблю. Между прочим, парни тоже хотят быть красивыми. Тату-глиттер для тела. Синий. Светло-синий. И зеленый. А что с ним делать-то? Э-э-э. Семь дней держится. Прикол. Вот это красота. Вот это очень интересно. Я этим воспользуюсь. Буду сиять, как диско-шар. Я буду сиять, как Эдвард Калин. Опа-на! У нас есть печенька с предсказаниями. Я их не очень люблю на вкус, но вот с посланиями посмотрим. Может, даже сейчас раскроем. Хотите раскрыть сейчас? Давайте раскроем сейчас. Просто мне тут нужно показать вам кое-что еще. Это у нас книга. Все твои совершенства. Калин Гувер. Я очень раньше любил читать этого автора, на самом деле. Потом как-то подзабил, потому что перестал интересоваться любовными романами. Но у нас здесь трудно признать, что браку пришел конец. О-о-о! Жестко. Начало прям интригует. Обложка невероятно красивая. Вы посмотрите. Любимый автор пользователей ТикТок. Правда, что ли? А я не знал. 600 миллионов упоминаний! Вы что? Как я это пропустил? Может, это потенциальный обзор? А ну-ка. А теперь знаете, что мы с вами сделаем? Вы чего-то другого от меня ожидали. Я всегда найду куда присунуть. Я хотел сказать. Давайте-ка раскроем эту потрясающую печеньку. И узнаем, что нас ждет. Давайте лучше так. Вы загадаете какой-либо вопрос. И цитата внутри этой печеньки будет для вас ответом. Готовы? Давайте. Чуть не уронил. Все хорошо. Все в порядке. Красота. Ля-ля-ля-ля. Жу-жу-жу. Ну, давай. Ну. О. Готовы? Загадали вопрос? Если прольешь свет на свои недостатки, все твои совершенности померкнут. Очень глубокомысленно. Нифига не понятно. Знаете, что я вам скажу? Если ты найдешь себе богатого папика, тебе не придется работать. Вы бы знали, как я люблю чайные часы, потому что вы всегда пишите огромное количество комментариев и делитесь своими эмоциями, переживаниями, событиями, которые у вас произошли. И мне это все очень приятно, потому что такую аудиторию, как у меня, не каждый имеет. Мне кажется, никто не имеет. Вы самые лучшие. Лучшие. О. Эй. Пора бы уже давно записать рингтон для чайного часа. Поэтому у меня в целом все. И думаю, что... Единственное, что я хочу вам сказать сейчас. Не сдавайтесь. Вы молодцы. Вы самые лучшие. Вы все сможете и все переживете. Все обязательно получится. И когда-нибудь... Мы все с вами будем счастливы. Если вы в это не верите, буду верить я. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы нам знали каждый мотивовый день. Не забывайте оставлять свои комментарии, потому что что? Правильно. Комментарий лучше лайка, но и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано. Что вы думаете по поводу этого видео и всех тех тем, которые мы успели с вами обсудить? Я надеюсь, что мне удалось скрасить ваше времяпрепровождение и хотя бы немножко поднять вам настроение. Потому что это моя основная задача. Ну, а комментарии для вас всегда открыты. И каждый из них что? Правильно. Навес золота для моего сердца. Поэтому с вами был я, Энтони Лай. Главное помните, сейчас ставьте все время себе, зачем всех ваших начинаниях. Я вас очень-очень-очень крепко люблю. Крепко люблю. Это шорта новенькая. Мы такого еще ни разу не испытывали. Однако, давайте я покажу, насколько я вас крепко люблю. Вот так вот. Мне будет несказанно приятно и очень радостно на душе, если вы подпишитесь на другие мои соцсети, чтобы мы с вами не теряли контакт, если вдруг что-то пойдет не туда. Мерч Are You Lost? Baby Girl доступен для вас по ссылке внизу в описании этого видео. Также мы готовим для вас один небольшой сюрприз, связанный с другой моей такой завирусившейся фразой. Но об этом чуть позже. Надеюсь, что у вас все хорошо, где бы вы ни были. Эта чашечка кофе за вас. Ух, я перестал пить кофе с сахаром, оказывается, такое дерьмище. Ух, кто же знал. Да жизнь вообще не сахар. Правильно, правильно. Но ничего, все будет хорошо. Увидимся совсем скоро на этом же самом месте. Ну или с другой стороны этой комнаты, или с другого угла. Посмотрим, как получится. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok